Здравствуйте, мои хорошие! Рада вас видеть на канале Налька ТВ. Все мы ждем с нетерпением появления нового сезона, который нам обещают в сентябре этого года. И похоже, так оно и случится. Вот, что на днях выложил в своем твиттере Томас Астрю. В переводе с английского это 9. Он ничего не стал объяснять. Что он хотел этим сказать? Фанаты просто голову сломали. Что это значит? 9. Вполне вероятно, что это намек, что в 9 месяце ждем премьеры нового сезона. Кто еще не сообразил, 9 месяц это и есть сентябрь. А значит, что переноса даты выхода скорее всего не случится. Еще на страничке Джереми Зага была выложена вот такая картинка. Нетрудно догадаться, что Леди Баг активирует силу огня. Ведь как мы знаем, что талисманы содержат скрытые способности. А кто не знает, напомню. В книге Заклинаний содержится вся информация о волшебных способностях чудесных талисманов. Мастер Фу полностью расшифровал книгу Заклинаний, в результате чего мы уже видели некоторые новые способности Леди Баг и Супер Кота. Аква Сила. Способность плавать и дышать под водой. Сила Льда. Способная противостоять холоду и умение уверенно держаться на льду. Мастер Фу приготовил волшебное зелье для активации всех способностей Камня Чудес. Как видно на кадрах, он дает инструкцию с описанием возможностей приготовленных эликсиров. Как мы видим, их семь. Леди Баг и Супер Кот воспользовались двумя из них. Представляете, сколько еще нового нам предстоит узнать о силах Камней Чудес. Пять неизвестных нам способностей. Давайте вместе попытаемся разобраться, какие силы дают оставшиеся активаторы. Судя по кадру Джереми Зака, понятно, что одним из них будет Сила Огня. Также нам намекали о крыльях Леди Баг, а значит будет Аэросила. Космосила. Возможно, именно ее мы увидим в борьбе с захватчиками Авкли. Какими силами будут обладать оставшиеся два? На этот вопрос у меня пока нет ответа. Если у вас есть свои предположения на этот счет, напишите мне в комментариях. Недавно был показан вот такой кадр с изображением ледяного персонажа. Но непонятно, чьим союзником он является – Бражника или Леди Баг. Если предположить, что именно Бражник создал такого суперзлодея с силами очень напоминающей известного нам злодея Фрозера, то, скорее всего, именно Сила Огня будет тем самым оружием против Сил Льда. Или же появится Огненный Суперзлодей, и для противостояния Огню и будет активирована соответствующая Сила. Это кажется вполне логичным. Огненная Леди Баг очень гармонично звучит. Ее Огненное Йо-Йо мы уже видели. А Квами Тики вполне вероятно, что будет выглядеть именно так. На его лбу будет гореть символ Огня. Каждый из талисманов обладает скрытыми способностями, настолько сильными, что Мастер Фу всегда запрещал к Вами знать рецепты приготовления снадобий в целях безопасности мира. Но теперь Бражник, имея на руках расшифрованную Мастером Фу книгу, он станет как минимум в семь раз опаснее, использовав весь скрытый потенциал двух талисманов. Вероятно, что нас ждет впереди грандиозные сражения. И серия Кот Блан нам покажется такой безобидной по сравнению с будущими противостояниями новых суперзлодеев и супергероев. Ближайшего раскрытия личности суперкота и Леди Баг нам точно не покажет. Ведь как известно, что уже работают над пятым сезоном. А если четвертый и пятый сезоны будут такими же успешными, то сериал будет продлен еще на несколько сезонов. Лично меня это вполне устраивает. Скорое раскрытие личности, возможно, могут остудить интерес к сериалу. В новом сезоне будут появляться новые, не менее яркие персонажи со своими тайнами. Одного из таких новых персонажей нам уже показали. Эта темнокожая девочка, а также уже известно, что появляются новые супергерои и новые Квами. Супергерой Воробей появится в Нью-Йоркском спецэпизоде. Об этом сказал Томас Астрюк. Возможно, его Квами будет напоминать Воробушка, похожего на этого. Воробей взят из старой, неиспользованной концепции Леди Баг и Кота Нуара, который входил в состав команды супергероев под названием Куантик Китс. И, кстати, нам уже давали подсказку об этом персонаже в серии Филин на обложке журнала. Но если появится герой Воробей, то вполне вероятно, что появятся и другие герои из той же концепции, а именно Мелоди и Меркури. Мелоди очень напоминает Вальпину или Рину Руж, но возможно, что их силы будут кардинально отличаться, несмотря на схожесть их оружия. Меркури будет обладать силой скорости, и если присмотреться к книге заклинаний, есть герой с идентичными силами. На этом, пожалуй, все на сегодня. Будем ждать новых новостей о сценаристах. Как только что-то станет известно, я непременно сообщу вам об этом. И для этого нажмите на колокольчик, чтобы быть первыми зрителями. Очень надеюсь на ваш супергеройский лайк. Обязательно проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Если значок подписки горит красным цветом, нажмите, чтобы он стал серым. До новых встреч, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»